Флейта состоит из трёх частей. Верхняя называется головка или голова, на ней находятся бурки. Средняя часть, которая называется тело флейты, середина. И нижняя часть, которая называется колено. Если по порядку, колено. Бывает колено до, бывает колено си. Разница, это колено до. То есть, эта нижняя нота на этой флейте будет до первой октавы. Если закрыть здесь всё, при нажатых всех клапанах на тейпах. Колено си длиннее и имеет ещё один клапан. Соответственно, ещё один рычажок и, соответственно, самая нижняя нота уже будет си. Не до первой октавы, а си малая октава, на полтона ниже. Оно длиннее, ещё один клапан, ещё один рычажок. По колену, в принципе, всё. Остальное всё, все различия и навороты в теле флейты. Резонаторы. Резонаторы – это отверстия в клапанах, на которые нажимают пальцы. То есть, так как раньше, в средние века, оборочные инструменты были деревянные, у них просто пропиливались отверстия. И, как изначально, механики никакой не было. Музыканты зажимали своими подушечками отверстия. Так и в современных флейтах делают резонаторы под тремя пальцами правой руки и двумя пальцами левой руки. То есть, это просто в таком же клапане имеется отверстие, которое нужно закрыть. Считается, что они влияют на тембр инструмента, но и это немножко другие ощущения. Ты больше чувствуешь тот же воздушный поток, который ты направляешься в инструмент. То есть, они могут быть, и здесь их нет. Если они есть и кому-то сильно мешают, то для них либо в комплекте, либо отдельно докупаются специальные затычки, которые закрывают их, и, в принципе, можно играть, как будто их нет. Ми-механизм. На этой флейте он есть, на некоторых флейтах его нет. Ми-механизм, название от ноты Ми, имеется в виду нота Ми третьей октавы. Он сделан для того, чтобы она легче бралась. Потому что, если его нет, нота берется, требуется привычка, требуется немножко больше иная подача дыхания. Ми-механизм это, вот если его показать, вот эти два клапана. Если его нет, то они соединены одной осью и нажимаются только два. Здесь они разделены, и правый может нажаться отдельно. И когда мы нажимаем ноту Ми, он закрывается. Этот остается открыт. То есть, вот этот Ми-механизм, он соединен. Вот от этого клапана идет вот этот рожок, закрывающий этот разделенный здесь клапан. Если его нет, то, соответственно, они спаяны. Этого рожка нет. То есть, визуально его можно легко обнаружить, есть он или нет. Бывают, единственное, разные размеры и формы отверстия. Оно тоже влияет. Здесь оно более овальное и сделано. Если присмотреться здесь, как скосы по бокам. Бывает оно, наоборот, более крупное и более угловатое, квадратное, можно сказать. То есть, понятно, что в большое будет легче попасть, будет сильнее звук, но могут срезаться какие-то тембровые нюансы. Сюда будет попасть несколько сложнее, но, возможно, инструмент будет богаче по тембру. Но, как правило, это не бюджетные модели. Ну и плюс, каждый уже подбирает под себя из профессиональных музыкантов. Какое ему подходит больше, отверстие какое-то. В общем, уже дело вкуса. Есть флейты в линию и не в линию. Эта флейта не в линию. То есть, offset это вынесенный, да? G, not a sol. То есть, not a sol берется так, клапан sol. Он вынесен из общего ряда механики. Если флейта, то есть, визуально даже, все идут в ряд, они идут сбоку. Если флейта in line, то клапана все идут в ряд. Этой механики нет, а эти два клапана находятся на общей оси. То есть, идет одна общая ось, на которой находятся и они. В таком случае, ми механизма не бывает, насколько я понял. Вот offset G, with split in их механизм. Это offset. Это значит, это вот вынесено. А in line идет без ми механизма. То есть, нельзя их разрезать, так как они на вынесены. Это на что-нибудь влияет вообще, в принципе? В принципе. На эргономику, звучание. Это влияет только на внешний вид. То есть, кому-то удобно. Получается, безымянный палец так немножко ближе, если, например, флейта с резонатором, будет отверстие здесь. А если оно in line, то, естественно, клапан перенесется и палец придется тянуть несколько дальше. Это удобнее, по идее. Ну, кому как. Дело привычки. И, в принципе, влияет это только на внешний вид. На звучание нет. Но, опять же, кто на чем учился. Кто-то с детства взял in line, и ему привычно. Кто-то с детства взял, и он не хочет уже там 25 лет приучиваться на что-то иное. Потому что это тоже влияет. Пальцы привыкли уже 10-15 лет гонять так. А тут ему говорят, давай-ка, двигайся. А он же тянет за собой все другие, которые больше сбиваются. И вся техника, наработанная, годами, ей приходится ее менять и перепривыкать. Вот смотрите, вот эта флейта, она звучит как студенческий инструмент. И вообще, вот для флейты, что и является критерием, скажем, профессиональности? Как должна звучать профессионально? В чем она? Она более богаче тембрально? Или она удобнее в эргономике? Или она более легкая на отдачу? Ну, это сложно сказать. Это все нюансы, дело вкуса. Кто-то любит мощный звук. Чтобы это было мощно, чуть ли не форсировано, так напористо. Кто-то любит, наоборот, более тонкое звучание, более плавные какие-то нюансы, какую-то легкость. Это, например, музыканты послушать Дениса Бурякова, Летиса, и послушать Эммануэля Паю. Паю – это тонкость, лирика. Денис Буряков, он сам говорит, что это техника, это напористость. Это больше, более мощно. Как правило, инструменты делаются разные. То есть, например, даже Миязава, у нее есть разная толщина стенки инструмента. То есть, есть флейты тоньше. Тоньше флейта, она, естественно, звучать будет тоже тоньше, но она лишается какой-то мощности. То есть, если ты хочешь на тонкостенной флейте достичь какой-то силы и, может, даже ярости, это будет весьма проблематично. Точно так же, как на какой-то толстой такой флейте, созданной для чего-то мощного, достичь какой-то легкости и нюансировки тоненькой, тоже будет сложно. То есть, критерия однозначного такого, что вот это идеал флейт, наверное, нет. Потому что кому как нравится, кому что нравится. Это не спорт, это не математика, где быстрее, выше, сильнее. Кто выше, то ты молодец. Тут, если ты сыграл убедительно, и это понравилось, ты молодец. Другой сыграл то же произведение абсолютно по-другому, и это тоже понравилось, тоже молодец. От постановки звучание влияет, то есть, я почему говорю, на одном и том же инструменте каждый флейтист будет иметь своё звучание, или оно как бы... Своё, безусловно, своё, потому что у него есть, если это уже соревновавшийся более-менее флейтист, у него есть свои уже представления о том же звуке. То есть, либо он подражает кому-то из известных флейтистов, либо у него вот своё такое представление. Никого не учат по шаблону. Вот есть образец, вот есть повторяй. Нравится это, играй так. Нравится это, играй так. И поэтому звук будет варьироваться от того, что исполнитель просит от инструмента. То есть, на одном и том же инструменте разные люди будут играть по-разному, потому что у них свой внутренний звук, который они представляют как идеал, они будут стараться отобразить его. Играет музыка Играет музыка Играет музыка хорошо звучит приятно красиво звучит приятно красиво играть очень легко не требует никаких усилий очень удачно сделанная механика равномерная отвечает все клапаны отвечают пружинки подобраны одинаково нет такого что один жестче 2 мягче пальцы должны по-разному привыкать все пружинки отрегулированы достойно одинаково звучит очень приятно во всех регистрах не требуют каких-то сильных корректировок как внизу так и вверху то есть это инструмент все-таки какого уровня по цене он студенческий с точки зрения исполнителя на нем играть могут только скажем дети студенты или профессионал или чего-то тут нет не хватает для профессионалов понятно что у тревер джеймс там есть очень дорогие несколько линеек реально дороги но опять же в чем профессионал будет выбирать все-таки свою основную шлейту под себя но например есть мастер-класса джеймса головы когда он открывает шкафчик и у него там лежит 7-8 это и 10 разных флейт из разного металла может быть разных производителей и он может на один концерт взять одну на другой концерт или даже на другое произведение взять другую флейт какая ему больше нравится но у него есть возможность иметь столько флейт где-то на форуме я читал что когда ему приезжал в санкт-петербург после концерта к нему подошли люди и спросили на чем он играл и оказалось что флейта я не помню к сожалению фирму и модель но оказалось что она в принципе совсем студенческого уровня и никто не заметил ни подвоха ни подмена то есть дело не в цене дело не всегда в цене совсем дело не всегда в цене дело в удобстве опять же твоем вкусе твоих желаниях от этого инструмента это флейта удобная мне да она удобная она легкая она не требует лишних усилий она сделана для того чтобы на ней играть и не для того чтобы не мучиться и страдать в принципе детям смело можно рекомендовать и даже не детям да не можем позволить себе что-то очень дорого